Я родился в армянской семье, в Туркестане, Где поили в Мургабе военных коней. Город помнит налётый ватак Чингисхана, Люди помнят пронзительный виск босмачей. Лидия Ивановна Осадова, мать поэта. Аркадий Григорьевич Осадов, отец поэта, женой и сыном. Детские годы Эдуарда прошли на Урале, Куда в начале 30-х годов переехала вся семья. Свердловск. Здесь поэт учился, Здесь начал писать первые стихи. Здесь вступил в комсомол. Москва, 39-й год. Кропоткинская, 28-й. Где прошли последние предвоенные годы поэта. Школа, где учился поэт, И которую окончил в июне 41-го года. И, наконец, долгожданный выпускной бал. Все в это утро пело и смеялось. Деревья, птицы, ширь, голубизна. И вдруг, как бомба, слово разорвалось. Короткая и страшная война. 23-го июня Эдуард Асадов пришел в райком С просьбой отправить добровольцам на фронт. Я готов для тебя отдать Все, что есть у меня и будет. Я могу за тебя принять горечь злейших на свете судеб. После боев под Ленинградом Артиллерийское училище. Офицерские погоны и снова в бой. Северокавказский фронт. Перекоп и шуньские позиции. В линзах солнца дымная дробица. Степь, как скатерть с блюдцами озер. Мы берем и шуньские позиции. Впереди, как в сводке говорится, Полный стратегический простор. Ни куста, ни крыши, ни забора. Широта, простор и благодать. Только лупят из того простора. Так что от свинцового напора Головы порою не поднять. Ну, а мы, однако, поднимали. Как смогли у Господа спроси. Но таким огнем прогромыхали, Что земля качнулась на оси. Их окопы, танки, минометы. Разом огнедышащий погост. И рванулась матушка пехота. И пошла, как говорится, в рост. Хорошо ли обогрелись фрицы? Жарьтесь, за огнем не постоим. Мы берем и шуньские позиции. Мы идем, освобождая Крым. Это последнее поле боя, Где был ранен лейтенант Осадов. Мы стояли в долине Бельбек. Чтобы сломать оборону врага, Нужен был залп гвардейских минометов. Но батарея Осадова в ночь на 3 мая 44-го года была разбита. Правда, снарядов М-31 оставалось еще много. Было принято решение передать снаряды на батарею старшего лейтенанта Ульянова. 100-килограммовые снаряды закончили грузить лишь к утру. Пришлось ехать днем. Риск велик, но не ехать тоже нельзя. Осадов шел впереди машины, Показывая водителю путь среди камней и воронок. В этот момент грохочущий столб дыма и пламени швырнул его на землю. После перевязки Осадов спросил водителя. Акулов, машина цела? Цела. Едем. Я отвезу вас в Санбат. Нет. Сначала на батарею. Исполняйте приказ. Залп был дан вовремя. Но когда гремел этот залп, Сам Осадов его уже не слышал. Та же машина везла его в полевой Медсанбат. Подвиг, который совершил этот человек, И вся его последующая жизнь, Является редким примером духовной красоты, воли и мужества. Если спросить молодого человека, молодого читателя, Каких поэтов он знает, может быть, любит, Будет названо не очень много имен. Но я точно скажу, что среди этих имен будет имя Эдуарда Осадова. Если друг твой в словесном споре Смог обиду тебе нанести, Это горько. Но это не горе. Ты потом ему все же прости. В жизни всякое может случиться. И коль дружба у вас крепка, Из-за глупого пустяка Ты не должен ей дать разбиться. Если ты с любимую в ссоре, А тоска по ней горяча, Это тоже еще не горе. Не спеши, не руби с плеча. Пусть не ты явился причиной Той размолвки и резких слов. Встань над ссорой. Будь мужчиной. Это все же твоя любовь. В жизни всякое может случиться. И коль ваша любовь крепка, Из-за глупого пустяка Ты не дай ей зазря разбиться. И чтоб после себя не горить, В том, что сделал кому-то больно, Лучше доброму на свете быть. Злого в мире и так довольна. Но в одном лишь не отступай. На разрыв иди, на разлук. Только подлости не прощай. И предательство не прощай. Никому, ни любимой, ни другу. Субтитры подогнал «Симон» Россия начиналась не с меча. Она с косы и плуга начиналась. Не потому, что кровь не горяча, А потому, что русского плеча Ни разу в жизни злоба не касалась. И стрелами звенящие бои Лишь прерывали труд ее всегдашний. Недаром конь могучего Ильи Оседлом был хозяином на пашне. В руках веселых только от труда По добродушью иногда не сразу Возмездие вздымалось. Это да, но жажды крови Не было ни разу. Но только подлость Радовалась зря. С богатырем Недолговечны шутки. Да, можно Обмануть богатыря, Но победить Вот это уже дудки. Ведь это было так же бы смешно, Как, скажем, биться солнцем и луною. Тому порукой озеро чудское Река Непрядва и Бородино. И если тьмы, тевтонцев и батыя Нашли конец на родине моей, То нынешняя гордая Россия Сто крат еще прекрасней и светлей. И в битве с самой лютой войной Она и ад сумела превозмочь. Тому порукой города-герои В огнях салюта в праздничную ночь. И вечно тем горда моя страна, Что никого нигде не унижала. Ведь доброта сильнее, чем война, Как бескорыстие действнее жало. Встает заря, светла и горяча, И будет так навеки нерушима. Россия начиналась не с меча, И потому она непобедима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»